Быстрее, выше, сильнее. За звание «Лучше» в детском иношеском центре «Лидер» боролись городские дошколята. В очередной раз на одной площадке собрались команды почти всех дошкольных учреждений Наринмара, чтобы помериться с силой и выносливостью. Участие приняли почти 100 воспитанников подготовительных групп. Кто в этот день праздновал победу, расскажем далее. Здесь все как у взрослых спортсменов. Специальная форма, настрой на победу и, конечно же, испытания. Вот только участникам от 6 до 7 лет. Для многих это первые выступления на состязаниях, особенно общегородского уровня. В подготовке маленькие спортсмены подошли со всей строгостью. Занимались почти год. Мы учились, водили мяч, по туннелям бегали. У меня лучше всего получаются истоветные палочки. По туннелю ползали, баскетболом занимались и тачки. Команда победитель прошлого года «Родничок», несмотря на то, что сейчас в саду нет инструктора по физической культуре, отступать не стала. И в полном составе вышла на старт. Мы все равно не сдались и решили принять участие, потому что очень хотели дети. Мы тренировались в нашем детском саду. Соперниками команды детского сада номер 50 «Родничок» стали воспитанники семи дошкольных учреждений. Семицветик, Радуга, Росток, Теремок, Ромашка, Кораблик и Центр развития ребёнка номер один. Практически все, только две образовательные организации не приняли участие из-за карантина. Поэтому ребятки участвуют, с удовольствием готовятся. Мы видим, что на них уже специальная форма. Ну, обувь – это понятно, это безопасность детей. И, конечно, дети готовятся с удовольствием. Для маленьких наринмарцев спартакиада – это не просто соревнования, а лишний раз побегать и попрыгать в удовольствие. Мы видим, что ребята и борются, и не сдаются, и не опускают рук. Это, на самом деле, я считаю, самый главный фактор, который мы должны и вообще в эти соревнования должны выявлять у детишек. Это стремление, желание, любовь к такому коллективизму. А места, места они придут, и жизнь покажет, кто на каком месте окажется. По результатам пяти конкурсных эстафет первыми стали воспитанники детского сада номер 55 «Радуга», на втором – «Теремок» и завершают список команд «Семицветик». Победители и призёры получили кубки и медали, а учреждения победителей – сертификаты на покупку спортивного оборудования.